Сборная СПБГУ одержала победу на второй Всероссийской Олимпиаде терапевтических наук в Тюмени. Команда «Люди в Белом» обошла 10 других студенческих команд из разных городов – Ешкаралы, Рязани, Москвы и Санкт-Петербурга. Студенты выпускных курсов Медицинского института – Андрей Горохов, Александра Чернякова, Арсений Забежинский, Богдан Гуменко – на протяжении трёх этапов должны были продемонстрировать знания клинической медицины, широкий кругозор и практические навыки работы с пациентом. Данная Олимпиада очень удачно сочетает в себе все составляющие, которые должны наши студенты осваивать. Это как теория, так и практика, а также какая-то творческая часть в виде сессии проектов, в ходе которых наши студенты решали одну из, наверное, важнейших проблем современной медицины. Олег Соловьёв – опытный врач-кардиолог клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова и тренер студенческой команды «Люди в Белом». Помогал будущим врачам и подготовиться, и пройти все испытания Олимпиады. Для меня, наверное, это тоже какая-то форма мотивации, потому что я вижу, что у нынешних студентов действительно очень высокий уровень, это действительно практически готовые врачи, и это тоже заставляет нас совершенствоваться, чтобы, кажется, нас сзади не подпирали. Во время подготовки к Олимпиаде студенты повторяли учебные материалы из разных разделов терапии – гематологии, кардиологии и пульмонологии. Но неоценимый вклад в победу сборной внес университетский симуляционный центр. Там они оттачивали навыки оказания помощи на тренажёре по аскультации сердца и лёгких. Умение быстро принимать решения в жёстких ограниченных условиях пригодилось командам на Олимпиадном испытании. За 20 минут участникам необходимо было наиболее точно составить и провести диагностику клинического случая, а также подобрать тактику и обосновать лечение. За это задание команда из ПБГУ набрала максимальное количество баллов. «Мне кажется, что у нас есть хорошая техническая база. Это нам позволило показать столь высокий уровень в симуляционном центре. Жюри были очень довольны. И это обеспечило достаточно большой задел по баллам, благодаря которому мы сохранили свои лидирующие позиции». Другой этап состоял из интеллектуальной мультиигры, на знания разных областей терапии, от межтерапевтического квиза о синдромах и патологиях до вопросов из истории терапии и зашифрованных болезней в цитатах и картинах. Второй день Олимпиады принёс немало сюрпризов нашей сборной. На третьем этапе студенты впервые столкнулись с проектной сессией. Победа не далась им легко. За три часа они должны были придумать проект, который помог бы решить одну из актуальных проблем современной медицины. «Вопрос проектной сессии заключался следующим образом. Как преодолеть метаболическое старение? Эта тема была задана всем участникам, всем командам. За три часа нужно было представить материал, вашу идею, как вы хотите эту проблему решить». Соперники нашей команды были очень мультипрофильны и многогранны, из-за чего конкуренция действительно оказалась высокой. Но соревноваться было ещё интереснее. «Если честно, я не ожидала, что мы победим. И это как бы вдохновляет, показывает, что ты действительно что-то знаешь. И вдохновляет на то, чтобы продолжать работать в этом направлении и дальше». По итогам второй Всероссийской Олимпиады терапевтических наук, сборная СПБГУ заняла первое место в общекомандном зачёте, а также получила диплом победителя в номинации «Клиническое мышление» за победу в симуляционном туре. Уже в середине мая наша команда примет участие в бочном этапе Всероссийской студенческой олимпиады по кардиологии в исследовательском центре имени Алмазова. Желаем успехов и дальнейших побед в терапевтической сборной университета. Алена Чернышева, Роман Кузьмин, Алексей Чубка, Медиа-центр СПБГУ.